Привет тебе дорогой зритель! Добро пожаловать на канал MyHobbyLog! Я продолжаю серию видео про гоночные квадрокоптеры и это первое видео в котором ты узнаешь что такое квадрокоптер и как он летает. Почему квадрокоптер так называется? Потому что это иностранное слово, состоит оно из двух частей. Quad означает четыре, а коптер переводится с английского языка как вертолет. Но в общем это слово означает вертолет с четырьмя воздушными винтами. Воздушный винт или пропеллер это лопастной агрегат, работающий в воздушной среде, приводимый во вращение двигателем и преобразующий мощность двигателя в действующую движущую силу тяги. Как вы уже наверно догадались квадрокоптер имеет четыре отдельных мотора, каждый из которых вращает свой пропеллер. Если их просто запустить, то из-за реактивного крутящего момента квадрокоптер будет крутиться в сторону, противоположную вращению винта. Чтобы избежать этого, конструкция квадрокоптера предусматривает вращение двух пропеллеров по часовой стрелке и двух против, чтобы они взаимно уравновешивали реактивные моменты. Для того, чтобы добиться нужного направления тяги при разном направлении вращения, лопасти у пропеллеров установлены зеркально противоположно. Чтобы толкать воздух вниз, пропеллер должен крутиться в направлении верхней кромки лопасти. Вот на этом пропеллере верхняя кромка лопасти, она должна идти вперед. Такой пропеллер крутится по часовой стрелке и называется винтом правого вращения. На другом пропеллере верхняя кромка лопасти здесь. Значит, он крутится в этом направлении, против часовой стрелки. Этот винт левого вращения. В классическом варианте на квадрокоптере пропеллеры устанавливаются следующим образом. Передний левый и задний правый правого вращения. Передний правый и задний левый левого вращения. Кстати, стрелка на этом схематичном изображении квадрокоптера указывает, где у него перед. Чтобы квадрокоптер ровно висел в воздухе, необходимо, чтобы все четыре пропеллера вращались с такой скоростью, чтобы создавать идеально одинаковую тягу. Когда общая сила тяги всех пропеллеров будет уравновешена силой притяжения квадрокоптера, он будет висеть на месте. Если увеличить обороты всех пропеллеров, то квадрокоптер полетит вверх. Если уменьшить, то квадрокоптер будет снижаться. Если немного увеличить обороты, а значит силу тяги на двух правых моторах, то квадрокоптер отклонится от горизонтального положения и полетит влево. Если увеличить силу тяги, например, на двух задних моторах, то его задняя часть приподнимется и квадрокоптер полетит вперед. Теперь вспоминаем про реактивный момент. Если увеличить обороты моторов, вращающихся по часовой стрелке и в равной мере уменьшить обороты моторов, вращающихся против часовой стрелки, то реактивный момент раскомпенсируется и квадрокоптер начнет поворачиваться против часовой стрелки. И наоборот. Таким образом, регулируя силу тяги на каждом из пропеллеров, можно заставить квадрокоптер лететь в произвольном направлении. Оборотами пропеллеров управляет микрокомпьютер, так называемый полетный контроллер, который в зависимости от показаний различных датчиков и поступающих от пилота команд, рассчитывает скорость вращения для каждого мотора в отдельности. Углы, которые задают наклон летательного средства относительно его центра инерции по трём осям, в авиационной терминологии называются тангаж, крен и рысканье. Однако в отношении квадрокоптеров чаще используются англоязычные термины для обозначения осей. Наклоны вперед-назад происходят по оси Pitch влево-вправо по оси Roll и вертикально вокруг оси Yo. На этом я заканчиваю рассмотрение общих принципов работы квадрокоптера. Жду ваших комментариев, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok